Здравствуйте, я Сомарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Бауна. Этот курс — языки интернет-программирования. И сегодня у нас будет лекция номер 4, посвященная языку программирования Ruby, а именно классу, модулем, примесям и некоторым особенностям запуска и отладки программ. Первое, что я хотел бы на сегодня сказать, то, что я не сказал в предыдущей лекции, это как запускать программы на Ruby. Естественно, программы на Ruby мы всегда можем запустить в консоли. Если у нас есть консоль, мы всегда можем вызвать файл, мы всегда можем вызвать команду Ruby и сказать, что надо сделать. В данном случае пример плохой. Если у нас есть готовые файлы, то, что я показывал в прошлый раз, мы можем любой пример запустить. Мы можем распечатать содержимое файла. Как видим, этот файл был не что иное, как создание класса и демонстрация того, как создается класс. И, естественно, мы можем в явном виде запустить этот файл. Это первый вариант запуска. Второй вариант. Крайне полезно знать команду, которая называется IRB. Что такое IRB? Это интерактив Ruby. Собственно, символ I — это интерактив. Интерактив Ruby позволяет нам писать код puts, например, 123. И тут же получить результат выполнения. Мы можем написать A равно 123. Мы создали объект число и присвоили ссылку переменной A. Мы можем посмотреть содержимое, мы можем распечатать содержимое, мы можем создать что-то более сложное. Дальше. Мы можем создать, к примеру, хэш. Допустим, H, содержащий ключи. Ну, допустим, ключ, который называется символ A со значением 1 и ключ B, символ 2. Либо полная форма ключ значения, который выглядит следующим образом. Так, хэш, создать хэш, который состоит из ключ A как символ, значение 1, ключ B, символ значения 2 и C в полной форме. Обратите внимание на синтактическое различие. Здесь полная форма и здесь краткая. Если у нас ключом является символ, то в этом случае мы можем всегда перенести двоеточие направо, и тогда он начинает выглядеть у нас так, как выглядит, ну, к примеру, в JavaScript. То есть в форме объектных литералов. Мы создали объект хэш. Дальше. Мы можем, естественно, распечатать объект хэш. Путс хэш. Получили нил. Почему? Ну, потому что непонятно, как его распечатывать. Если мы воспользуемся методом, который называется P, мы получили отладочную печать. То есть мы распечатали в форме литерала тот объект, с которым мы работаем. Но, строго говоря, этот способ работы, он не самый интересный. То есть он полезен для того, чтобы быстро выполнить какие-то операции с Ruby. Мы можем быстро посмотреть что-то, что нам нужно посмотреть, например, есть ли такие методы и как они работают. ARB в том числе используется как основной атлатчик, потому что среды разработки подключает ARB. Но, тем не менее, это не очень удобно для того, чтобы заниматься обучением. Для того, чтобы работать в интерактивном виде, таком более дружественном, есть другие инструменты. Один из них – это так называемый Jupiter ноутбук, в рамках которого мы можем загрузить записки. Поскольку это ноутбук, то мы можем здесь загрузить записки и выполнять их, например, в среде Ruby. Значит, чем хороший этот инструмент? Этот инструмент позволяет, на самом-то деле, подключить множество различных engine-ов или средств, которые позволяют выполнять различные языки программирования. То есть если вы хотите работать, например, с обработкой данных, вы можете использовать Ruby. Если вы хотите математику, вы можете подключить сюда в качестве дополнительного средства, например, язык Julia. И вы будете работать с привычным, например, для математики, ну и синтаксистам матлаба подобной. Либо какие-либо еще языки программирования. Здесь следует обратить внимание, что слово Jupiter написано здесь с ошибкой. Через Y. В какой-то степени можно считать, что написали здесь слово, точнее, слог ru русскими буквами, потому что это Ruby. На самом-то деле это не совсем так, естественно. Просто Jupiter написан на питоне, и создатели решили навсегда ассоциировать ошибку в названии с тем языком программирования. Но, к счастью, они сделали возможность подключения различных сред выполнения. То есть таким образом мы можем использовать в том числе это для того, чтобы интерактивно писать код. Что мы здесь можем делать? Здесь есть блоки. Вот эти блоки имеют определенный тип. Тип – это код, это markdown в данном случае разметка, либо заголовки, либо что-то еще, что здесь может быть добавлено еще. Код может быть только в рамках одной среды. То есть если мы сейчас подключили систему Ruby, то значит весь код, который мы вставляем, у нас будет только на Ruby. И чем хорош данный инструмент? Тем, что сразу мы можем посмотреть выполнение этого кода. Например, видите здесь блок. Возьму сейчас и заменю создание не трех элементов, а пяти. И мы видим сразу же результат выполнения. То есть таким образом мы можем использовать этот инструмент для того, чтобы редактировать и сразу смотреть. На предыдущей лекции я показал вам в том числе такой пример с проверкой истинности значений. И вот видим сразу здесь результат выполнения. Причем обратите внимание, здесь выполняется puts i-inspect. И inspect в данном случае полностью соответствует методу p. То есть p – это сокращенная форма, печать объекта, у которого сначала применяется метод inspect. И показывает он его в форме литерала. Значит, ну, напоминаю про конструкцию блок. То есть один из самых важных элементов для Ruby. Надо понимать, что такое блок. То есть блок, который мы присоединяем через do, end или фигурные скобки, выполняется внутри метода, когда он его сам активирует по yield. А также прочие примеры. На сегодня я стараюсь показывать гораздо больше примеров, чем делал это в прошлый раз. Итак, первое, с чего мы начнем. Мы начнем с того, каким образом передаются параметры методы. О том, что такое методы, я коротко сказал в прошлый раз. Но дело все в том, что способы передачи здесь могут быть разные, и они появились в том числе и в последних версиях Ruby. Простейший вариант. То есть simple attributes, то есть простые атрибуты. Мы просто указываем атрибуты без указания какого-либо типа и перечисляем их через запятые. В этом случае абсолютно аналогично JavaScript. Мы не знаем, что внутри. Мы просто выполняем метод плюс для объекта, на который ссылается первая переменная x. Если мы хотим, например, не указывать некоторые атрибуты, мы можем воспользоваться формой, которая называется default values. То есть есть у нас позиции. Для каждой позиции мы можем задать значение по умолчанию. В этом случае чем хороша эта форма? Вы подсказываете программистам те значения, которые здесь могут быть. То есть, например, первое значение – это строка, второе может принимать значение массива. Если вы указали только одно значение, это означает, что второе будет массивом по умолчанию. Если вы не указали ни одного, значит первое value будет содержать строка, второе – массив. Может быть переменное количество атрибутов. Естественно, для любого уважающего себя языка программирования может быть такая форма, когда вы не знаете заранее, сколько у вас атрибутов передается в качестве аргументов. Сколько аргументов в методе. Это можно указать при помощи символа звездочка. То есть указываем некий идентификатор, звездочка, идентификатор. И дальше анализируем внутри, разбираемся там, по сути, воспринимается как массив. Значит, количество в данном случае элементов здесь может быть любым. Этот оператор звездочка, ну или астериск, называется оператором разоминования. И в данном случае мы можем передать массив. То есть мы запросили переменное количество аргументов. Но мы можем в том числе взять любой массив. Массив вроде как это один объект. А если мы хотим его трансформировать во множественность отдельных атрибутов, то достаточно воспользоваться этим символом звездочка. То есть выполнить преобразование из массива в отдельные элементы. Следующий вариант. Достаточно распространен для Ruby. Возможность передавать идентификаторы или имена аргументов в качестве ключей и соответствующих им значений. Значит, чем это хорошо? Это хорошо тем, что вы можете передать абсолютно любые пары ключ-значения, ключ-значения. Почему? Ну, потому что на самом деле это сейчас синтактически представляется, да и в общем-то и внутри оно представляется как хэш, то есть ассоциативный массив, у которого есть ключ-значения. Значит, вы можете написать любые ключи, любые значения, все это передается внутрь, дальше вы работаете с этим как хотите. В чем проблема? Проблема здесь заключается в том, что если вы хотите значения по умолчанию, то вам нужно эти значения по умолчанию каким-то образом добавить. То есть на вход вы можете получить пустой ассоциативный массив, а вам нужно внутри. Значит, схема такая. Вы используете оператор или метод, который называется merge, который просто-напросто на текущий хэш применяет то, что вы приняли снаружи. Идея заключается в том, что вы значения по умолчанию создаете как внутренний хэш, который содержит предопределенные ключи и значения. Когда вы делаете merge, вы затираете все те ключи, которые пришли к нам снаружи. Но с одной стороны это хорошо, то есть у нас появились значения по умолчанию, но с другой стороны у нас лишняя строчка. То есть лишний код, а Ruby не свойственно писать лишний код. Начиная с версии Ruby 2.0 у нас появилась конструкция, которая называется keyword arguments. То есть она очень похожа на хэш значения, но она сделана уже на уровне самого синтаксиса метода. То есть также пишем ключ, значение, ключ, значение. Причем ключом в данном случае является объект класса символ, то есть константная строка. И мы можем также точно вызывать эти аргументы. Причем более того, мы можем использовать keywords argument, мы их можем использовать как хэш, и использовать еще и переменные количества атрибутов. То есть в данном случае мы можем использовать значения по умолчанию, но мы можем задать новый хэш, который пойдет, имена не соответствуют, значит чек как ключ пойдет в option. Из полезных операторов, которые появились в свежих версиях Ruby, это версия 2.3, так называемый оператор safe navigation operator, то есть оператор безопасной навигации. Если у вас есть какой-то объект, очевидно, что вы можете позиционироваться по его свойствам. И в том числе свойство может ссылаться на новый объект, и в свою очередь им образуется такая цепочка. Но проблема заключается в том, что когда вы получаете, например, счет, вы не знаете заранее, а есть ли там объект по этой ссылке. Вам нужно получить, к примеру, адрес. Адрес владельца счета. Но, во-первых, счета может не быть. Во-вторых, может у счета не быть еще владельца, счет технический. В-третьих, у владельца может быть не прописан адрес. Значит, если вы сразу напишите вот такую конструкцию, типичную для большинства языков программирования, в том числе JavaScript, то вы рискуете получить сбой. Именно поэтому традиционная форма заключается вот в такой цепочке проверок. То есть, если аккаунт существует, если владелец существует, если владелец и его адрес существует, то только тогда мы можем делать что-то. Гипотетически мы могли бы сделать вот такую конструкцию. То есть, вызвать метод try, метод honor, опять try, address. Синтаксически громоздкая. И поэтому в Ruby 2.3 сделали более простую конструкцию. По сути, она эквивалентна конструкции вот такой. Но вместо вот такого вот здорового примера с проверками, с каскадными проверками, мы просто пишем оператор ampersand. Плавно переходим к классу. Что такое класс? Ну, класс для Ruby, как я уже говорил, это экземпляр класса класс. Причем по объектной архитектуре у Ruby все является потомками класса object. Все, что явно не указано, всегда относится к object. Любые данные являются объектом. Любой код в конечном счете является тоже объектом. Имя любого класса начинается всегда по согласованию об именовании с большой буквы и ссылается на экземпляр класса класс. Есть определенные принципы именования переменных. То есть, переменные внутри класса. Если они относятся к классу в целиком, то они имеют два символа собаки. Это коммерческие. Если эта переменная относится только к конкретному экземпляру, то это не что иное, как один символ. Если это константа, ну, как и везде в Ruby, константа начинается с большой буквы, с заглавной буквы. То есть, неважно, какие остальные, главное, чтобы первая была заглавной. И переходим к этой программе, о которой я уже успел несколько слов сказать в прошлый раз. Но теперь она нам нужна осмысленно пройтись по ее структуре и относительно того, как работает. Значит, эта программа формирует картинку, но формирует она не просто картинку, она формирует ее через .file при помощи утилиты из комплекта GraphVis, который называется .Dot. Значит, GraphVis очень легко установить для любой Linux-системы. Он может быть установлен по умолчанию, он может быть доустановлен из пакетов. Как правило, он есть в комплекте стандартных пакетов. Что мы делаем в рамках этой программы? Значит, первый пункт, с которого мы начинаем, мы проходим по Object Space. Object Space — это специальный объект, то есть пространство объектов, константа, которая ссылается на энумератор пространства объектов. Мы можем пройтись по каждому объекту этого пространства объектов и запросить, например, все объекты класса класс. Далее. Нас интересуют не просто все объекты класса класса, а только те, кто из них, кто является прямыми потомками Object без всяких служебных исключений и прочего. То есть мы отбираем из них только те, кто являются потомками Object. Далее. Для каждого из них мы формируем пары. У нас есть специальный хэш, который мы задекларировали как пустой. Мы имеем класс, мы знаем, кто его предок. То есть мы любого класса можем спросить, кто у тебя предок? Суперкласс. Таким образом мы можем отстроить пары ключи и значения. И, в общем-то, нам нужен этот хэш для того, чтобы выстроить ссылки между классами. Чем хороша утилита dot? Она позволяет нарисовать схему из символного описания. И, в общем-то, я могу вам показать, как выглядит эта программа в виде кода dot-утилиты. Дальше. После того, как мы для всех классов построили соответствие имени класса, хэш содержит ключ имя класса, значение суперкласс. Открываем файл, куда мы сбрасываем результаты для записи. Если он открылся, то мы формируем записи на языке графиса. То есть процент q, напоминаю, это строка, которая эквивалентна двойным кавычкам. Что здесь имеется в виду? Это имеется в виду, что внутреннее выражение должно быть интерпретировано. И внутреннее выражение содержит символ решетка, фигурные скобки. Это не что иное, как выражение на руби. Прописать руби-версию. А дальше правила, специфичные для графиса. Ну и после того, как мы сделали заголовок, для каждой пары ключ-значения отбираем только те из них, которые не содержат никаких nil-значений. Откуда они уберутся в этом пространстве объектов, это отдельный вопрос. Дальше сортируем их по возрастанию. Склеиваем пары ключ-значения. Значит, сначала нас интересует предок, потом потомок. Разворачиваем. И, соответственно, для каждого из них мы делаем распечатку. Так, то есть do, end. Вот он, do, end. Ну и, соответственно, последней командой вызов генератора dot для того файла, который был сгенерирован. Значит, теперь постараюсь показать, как оно выглядит. Значит, по выполнению этой программы, естественно, вот она эта программа, мы ее можем выполнить. То есть, в принципе, мы можем поставить даже отладочную печать вот здесь. Например, если я сделаю его так и запущу на выполнение эту программу, то я получаю непонятно что под причиной того, что я вписал fputs, который ничего не возвращает. А на самом деле надо было написать p со скобками. То есть нас интересует вот этот аргумент. И мы начали получать записи. То есть я вставил p как отладочную печать. Мы получили здесь распечатку. Обратите внимание, распечатка в форме литерала. Она содержит в точности те символы, которые должны быть для того, чтобы можно было скопировать эту строку и просто ее вставить в код. И именно поэтому мы видим здесь такое нагромождение кавычек. То есть для того, чтобы вставить в строке кавычку, нам надо ее заэкранировать. Но тем не менее мы получили распечатки всех пар типов. То есть со стрелочками кто и в кого указывает. Если я заменю это на puts и перезапущу, ведь puts чем отличается? Мы получили вроде бы строки, но строки предназначены для распечатывания, но не для того, чтобы их вставить в код. Потому что здесь уже есть символы, которые должны быть сами внутри строки. Ясно ли я объясняю разницу между p и puts? Есть ли какие-нибудь вопросы? То есть самое главное, что надо помнить, что puts, print это печать строк на экран, а p это отлазичная печать, которая на самом деле первонаперво пытается отобразить объект в форме литерала. То есть вы копируете этот объект целиком как есть и помещаете его в код. И он может быть преобразован в объект соответствующего типа, который вы распечатали. Тем не менее, то, что я хотел здесь показать и на что хотел обратить внимание, это пары. То есть мы видим, что для каждого типа у нас есть ссылка на другой тип, количество этих типов очень большое. Утилиту dot сейчас вызывать не буду, но на выходе она сгенерирует файл svg, то есть в векторном формате изображения, которое может быть отображено в виде вот той красивой диаграммы, представленной на лекции. То есть в виде, естественно, фильтрованной диаграммы. Здесь не все типы, которые были отображены, потому что иначе бы у нас не хватило сейчас разрешения проектора для того, чтобы их хоть как-то можно было прочитать. Но тем не менее, вы можете вызвать эту программу и запустить ее самостоятельно. Итак, переходим к конструкторам. Как таковых конструкторов, можно сказать, что здесь конструктор только один. То есть есть метод new, который создает объект. После этого вызывается метод, который называется initialize. Метод initialize только один. И в этом смысле конструктор у Ruby только один. Внутри класса может быть только один конструктор. Но тем не менее. Допустим, мы имеем класс, который называется окрашенный прямоугольник. По умолчанию у нас есть метод для создания прямоугольника с указанием цвета по компонентам, имеющего указание на ширину и высоту. То есть, ну, очевидно, это общий класс, который может быть любого цвета с любым размером. Значит, если мы хотим получить, к примеру, белый прямоугольник, новый конструктор мы сделать не можем. Но мы можем сделать метод, который называется whiteRectangle. Раз он white, нам уже не надо передавать цвет. И у нас надо передать только размеры. То есть ширина, высота. Значит, это не что иное, как обычный метод. Раз он self, значит, он доступен для класса целиком. И в нем мы написали new, то есть создать новый объект. Сам метод может быть вызван для класса. А возвращает он новый объект, созданный как new, с теми аргументами, которые здесь указаны. Если мы хотим белый прямоугольник, то очевидно, что указываем цвет белый. То есть white, ff, то есть максимум по всем компонентам всех цветов. Если же мы хотим красный квадрат, то это означает, что ширина, высота одинаковая. То есть мало того, что мы можем цвет указать красный, ну, компонент r у нас здесь был первым, значит, первым указали остальное нули. И ширина, высота одинаковая. Метод inspect, который нам нужен для того, чтобы работал метод p. Иначе он нам ничего не покажет из этого объекта. То есть и в этом смысле это не что иное, как форма конструкторов. То есть несмотря на то, что синтактический конструктор только один, здесь реально за счет таких статических методов или методов класса мы можем создать соответствующий заменитель конструкторов, который является человечным. Человечным с точки зрения естественного языка. Ну, то есть одна из причин, почему это сделано, да потому что метод new ни о чем не говорит. То есть а методы, которые вы назвали осмысленно, они на самом деле, вот он, это наш пример. То есть что в итоге мы получим? Мы получим результатом его выполнения созданные объекты. То есть сравните разницу. Создать что-то абстрактное или создать явно. Белый прямоугольник, красный квадрат. То есть для языков, например, Java, C++, вы будете использовать просто конструктор с каким-то непонятным набором аргументов. Здесь же вы создаете уже явный метод, который выражает смысл того, объект какого типа и какого конкретно вида внутри этого типа он создается. Хотя синтаксически это не что иное, как просто обычный метод, доступный для всего класса. Но метод, внутри которого вызывается метод new, создающий реальный объект. Все ли ясно? То есть в очередной раз я здесь только могу обратить внимание на то, что у Ruby очень простая схема. То есть здесь почти нет исключений. Значит мы вызываем метод создаем объект. Для того, чтобы создать метод, создать объект есть метод new. В общем-то почти без исключения, кроме формулитералов. Значит new в данном случае является универсальным конструктором для всех объектов. И если вы хотите сделать красивый конструктор, значит перекрываете это методом, который доступен для всего класса. И внутри него уже вызываете вот этот ничего не говорящий метод new. Атрибуты. В полной форме, естественно для любого объектного языка программирования, объектный подход предполагает, что атрибуты являются внутренней собственностью самого объекта. То есть объект не пускает никого к тем атрибутам, которые у него есть. Он сам распоряжается ими. Это его внутреннее состояние. А поведение объекта определяется набором методов. То есть в этом случае получается, что для того, чтобы добраться до внутреннего состояния, нам нужно иметь методы getter и setter. Ну и методы читающие значения и записывающие. Для Ruby читающий метод определяется подобным образом. То есть def имя. Имя обычно соответствует имени атрибута. Но поскольку у нас переменные внутри класса должны иметь спецсимвол, то есть вот этот спецсимвол говорит, что это переменные, которые относятся к экземпляру. Значит, различие getter и setter только в том, что у них нет этого спецсимвола. То есть снаружи вы будете видеть это как работу с как бы переменной, имеющей тот же самый имя. То есть в данном случае getter и setter выглядят синтаксически как вызов объекта, точка, имя, без вот этого символа. Setter – это метод присвоения. Вот он. Создание. В принципе, вы можете сделать в первый раз, когда что-либо присваиваете. Здесь я немного сместился. Здесь две переменные. То есть переменные name и age. Переменные age у нас имеют только getter, а переменные name имеют getter и setter. Но вообще-то то, что я только что написал, это достаточно громоздко. И опять же, для Ruby это не характерно. Поэтому все это можно задать в такой короткой форме. То есть класс person, то есть некая персона, имеющая имя и имеющий возраст. Причем можно и читать, и писать name, но age можно только читать. Что такое actor? Если вы будете сейчас проводить аналогию, например, с C++, то можно было бы подумать, что это специальное слово. Но нет. Мы работаем с языком Ruby. И опять же, слово класс – это, по сути, специальный метод, код которого, вот это блок, по сути, выполняется последовательно в момент, когда создается этот класс. То есть класс – это специальный метод, person – это его аргумент, остальное является блоком, и код, который здесь написан, выполняется как обычный код. То есть actor – это не специальное слово. Это метод, который генерирует комбинацию из переменной getter с etter, в зависимости от того, что мы здесь указали. То есть это как раз тоже один из тех моментов, который немного приводит ступор тех разработчиков, которые пришли с языков типа C++, типа Java. Потому что даже то, что написано внутри класс, является просто последовательно выполняемым кодом в тот момент, когда класс определяется. Ну и помимо метода utter, есть, естественно, методы utter reader, writer и accessor, в зависимости от того, что мы хотим сделать. Аттер позволяет указать, в данном случае, что здесь указано, что может быть указан символ, то есть имя того атрибута, который нас интересует, в форме символа, то есть выточие перед ним указано. Далее мы можем указать, записываем ли он или не записываем, то есть нужен ли нам setter или не нужен. Если нам нужны только getter, мы можем написать вот в такой форме. Это форма регулярных выражений. То есть здесь написано в такой форме, что у нас может быть один или более символов. То есть мы можем их через запятую здесь указать. Мы можем создать reader, writer, либо accessor, то есть сразу всю комбинацию, чтобы не писать вот такое, мы можем написать utter accessor name, запятая h с полным комплектом. Но тогда будут и getter, и setter, и для одного, и для второго. Итак, пример использования класса. Возьмем, например, класс металл. В рамках этого металла сделаем текущую температуру, то есть current temperature, которая доступна для всех металлов, для всех экземпляров этого класса. Мы укажем, что у нас есть accessor atomic number, то есть комбинация переменная экземпляра, getter и setter. Нам нужен setter для current temperature. Вот он, setter для переменной, которая доступна для всех экземпляров, одна единственная. И current temperature, который является getter, для переменной current temperature. То есть эти методы нам доступны для класса в целом, но не для экземпляров. То есть один и тот же метод для всех экземпляров. Liquid это метод конкретного экземпляра. Он сравнивает текущая температура плавления, оказалась ли она ниже или меньше, то есть равна ли она или меньше, чем температура текущая для всех металлов. И естественно конструктор. Атомный номер, температура плавления. Здесь создаются переменные экземпляры класса. Теперь, если мы вызовем на выполнение, создаем три металла, допустим, алюминий, медь и золото. Дальше выставляем текущую температуру. У нас есть метод, который проверяет, кто из них расплавится. То есть форма предиката вопросительный знак. Видим, что она отвечает на вопрос да-нет. То есть жидкий или нет. Ну и соответственно, что алюминий, конечно, расплавится, потому что ниже медь и золото не расплавятся. Выставляем температуру, там, 2-100, и у нас расплавилось все. То есть проверяем. То есть видите, что current temperature выставляется. Вот она, одна единственная для всех. А melting temperature – это температура, которая специфична для каждого конкретного металла. Все ли здесь ясно? Ну хорошо. Будем считать, что все ясно. Теперь следующее. Простанство объектов. Если мы создаем какой-либо класс, мы всегда можем получить экземпляры этого класса из нашего пространства объекта ObjectSpace. Значит, у нас есть класс с конкретным именем. Мы всегда можем пробежаться по каждому объекту этого класса и получить экземпляры этого класса. Что в этом примере показано? В этом примере у нас есть объект класс Person, у которого есть два поля – first name и last name, то есть имя и фамилия. Он умеет преобразовывать себя в строку, причем он склеивает имя и фамилию через запятую. И у него есть метод, в данном случае self. означает, что это метод, который мы можем применить к классу вообще, не к конкретному экземпляру, а к классу. То есть метод findByName занимается поиском по имени любого объекта класса Person. Причем только одного. Причем достаточно в корявой форме, строго говоря, с точки зрения синтаксиса Ruby. Но этот пример имеет, скорее, чисто учебный характер. Учебный характер с акцентом на ObjectSpace. Поэтому так писать не надо, в том числе и по проблеме производительности. По причине того, что здесь мы что делаем? Мы получаем простым перебором все объекты класса Person. И если у нас их будет много, значит, вот эти проверки займут очень много времени. Тем не менее, этот код нам позволяет запустить, ну, например, ввели там Yuki Hira Matsumoto, как автора языка программирования, ну, прочих личностей, участвующих в развитии языка Ruby, написания книг. Ну, хотим, например, найти findByNameYukiHira, и мы найдем соответствующую персону. Естественно, пример неэффективный. Здесь он приводится просто как возможность того, что любой объект вы можете найти всегда в пространстве имен. Класс под названием Struct. Очень интересный класс. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы создать что-то похожее на структуры. То есть чем структура отличается в традиционном понимании от класса? Тем, что у вас есть набор неких атрибутов, или набор свойств, в котором вы имеете прямой доступ. Но если мы возьмем аналогию, например, из C или C++, то есть C++ у нас есть классы, у нас есть структуры. Для структур по умолчанию все атрибуты — это паблик. Для классов, если вы пишете в соответствии с концепцией объектно-ориентированного программирования, вы должны все-таки писать private или protector. В данном случае аналог паблик. Но на самом-то деле, поскольку Ruby здесь неизменная объектная модель, класс Struct, он просто создает внутри переменную, то есть уровни самого экземпляра, и getter, и setter. И то, что синтаксически здесь выглядит, как прямое обращение как бы свойства, на самом деле это обращение к getter в данном случае, либо в случае присвоения к setter. На что здесь следует обратить внимание? Когда мы создаем объект класса структуры, как правило, мы используем идентификатор константа, который начинается с большой буквы. Но теперь, если мы вызовем у идентификатора student метод класс, он скажет, что он экземпляр класса класс. То есть он не экземпляр класса структуры, он экземпляр класса struct. Класс, а не struct. Если же мы создали на базе этого объекта, обратите внимание, мы вызвали метод new для объекта, который был создан как структура. Мы создаем новый объект, который говорит, что он экземпляр класса student. То есть вот он, student, student. Итого, struct это не что иное, как конструктор классов, у которых есть полный набор свойств и getter-of-setter-of, относящихся к ним. То есть для того, чтобы не писать лишние генераторы соответствующих полей, мы можем просто воспользоваться генератором на базе struct. Мы конструируем класс, который имеет полный комплект getter-of-setter-of и атрибутов. Наследование. Язык достаточно простой. Для того, чтобы не перегружать схему наследования, они взяли схему одиночного наследования. То есть мы можем всегда указать, что класс является или не является потомком только одного другого класса. Класс person, то есть персона вообще, студент является потомком. Так же, как в других языках программирования, student получает доступ ко всем public или protected методам и атрибутам, прежде всего методам, которые есть у его предка. Плюс он может добавить что-то от себя и плюс у него может быть метод инициализации, отличающийся от его родителя. Но он может вызвать метод, который называется супер, который вызовет конструктор предка. То есть, в общем-то, здесь ничего такого интересного нет. Ну, видим, что персона вообще, а у студента мы тут еще, что мы здесь добавили? Было три атрибута. Идентификатор студента и количество часов, видимо, которые отработал или которые проучился. Для того, чтобы иметь такую возможность работать с объектной моделью, вообще-то здесь есть доступ к методам. Простой пример я уже показывал. То есть, супер-класс, возможность распечатать дерево всех классов, которые есть. Мы можем у любого объекта спросить, какого он класса, и мы всегда можем спросить, к чему он относится. Есть методы, которые называются instanceOf, kindOf, is, e. В чем здесь тонкость? instanceOf, то есть дословно, экземпляр чего-либо. Ну, а вопросительный знак, являешься ли экземпляром чего-либо? Очевидно, что если мы спрашиваем, являешься ли экземпляром чего-либо, то мы спрашиваем о конкретном классе. Значит, в данном случае это был пример с версиями Ruby до 2.3, до 2.4, в которых еще BigNum не был объединен с Integer. Конкретное число, кем оно является? Оно являлось числом типа BigNum, но не являлось Integer, потому что оно больше по разрядности. А вот если мы спрашиваем kindOf, то есть являешься ли видом чего-либо? Не экземпляром класса, а видом этого класса. Вид означает, что может быть либо конкретно экземпляром этого класса, либо экземпляром любого его потомков. То есть в зависимости от того, что нас интересует. И с Э является полным синонимом. То есть в зависимости от того, как мы хотим сказать эту фразу, мы будем выбирать одно из соответствующих имен. Более того, мы всегда можем спросить классы, как они соотносятся друг с другом. Например, вот имена классов, один меньше другого, либо равен ли другому. Это мы можем сделать в том числе не в такой форме, а запросив это через классы, например, каких-либо переменах. То есть помним, что переменные ссылаются на объект, что у объекта, у любого объекта, есть метод, который называется класс, который возвращает, естественно, какого класса он является. Ну, имя этого класса, который сам, в свою очередь, является экземпляром класса класса. По управлению доступом классическая схема public, protected, private, то есть методы, которые public доступны везде, по умолчанию все доступны везде. Если вы укажете protected методы, то в этом случае они будут доступны внутри методов этого класса и у всех его потомков. Private, ну, так же, как положено, доступны только внутри этого конкретного класса. Ну, пример. Есть у нас банк, и есть у нас, есть у нас, ну, смотрим внимательно, метод make withdrawal, то есть сделать списание на указанную сумму. Причем есть две формы этих модификаторов, private, protected, public. Public можем не писать. Private, protected пишем в следующей форме. Либо, в любом случае, это метод, которому мы передаем аргументы, либо в такой форме. Ну, косвенно можем считать, что просто конструкция, которая идет дальше, воспринимается как аргумент, целиком как аргумент. Ну, потому что, опять же, вспоминая модель Ruby, мы имеем объекты, мы имеем методы, код внутри методов последовательно выполняется. То есть слово класс, на самом деле, это спецметод, аргумент, имя этого класса, дальше идет большой блок. Выполняем последовательно. Метод, который называется def, то есть определяет метод аргумент, у него openSafe, то есть открыть безопасный счет. То, что дальше, это блок. Опять вызываем конструктор метода с аргументом closeSafe, блок. Теперь вызываем метод private, которому мы передаем имена созданных методов, которые сделать защищенными. Ну, и то же самое для private в данном случае. Значит, как мы работаем с этим классом, ну, и с этими экземплярами класса? Создаем экземпляр класса банк и можем сделать вызов. Если мы попытаемся обратиться к любому из защищенных методов, то получим ошибку. Мы не можем к ним обратиться. Хотя, с другой стороны, код, в принципе, мы получим. Значит, ну, здесь обращаю внимание на то, что, поскольку этот язык является скриптовым, естественно, вы не можете защитить просмотр программы от других программистов, но это сделано для того, чтобы исключить ошибки. То есть, когда вы защищаете подобным образом методы, по ошибке программист не напишет метод, который приведет, например, к катастрофическим последствиям. То есть, банковские какие-нибудь транзакции, которые там непроверенным образом где-то вызваны или распечатаны, например, там, номера счетов других пользователей. Потому что их просто другие программисты расписали как private. Они вам не будут доступны. Более того, в принципе, мы можем назначить любые методы, в том числе сделать, например, getter и setter, и какой-нибудь из них объявить в качестве защищенного. Допустим, у нас есть класс person. Мы хотим сделать персону, в которой мы можем записать, создать, то есть, этот объект с именем и конкретным возрастом. Мы хотим сделать так, чтобы у нас персоны можно было сравнивать друг с другом по возрасту, но при этом вы не могли прочитать возраст. Есть универсальный оператор сравнения. Он выглядит таким образом. Меньше равно больше. То есть, он один сразу отвечает на вопрос меньше равно больше. Ну, в общем-то, он тут такой же, как в JavaScript, по сути. То есть, минус один равно плюс один, либо конкретные значения, в зависимости от того, что вы хотите. В чем идея? Метод initialize принимает определенные переменные. То есть, мы хотим объект получить и создать с определенными аргументами. Дальше. Нам нужны переменные для внутреннего хранения имя, возраст. Нам нужно сравнивать по возрасту. Мы можем сравнивать, но нам надо сделать так, чтобы читать нельзя было. Значит, при помощи addReader, то есть, атрибут reader, мы создаем getter для name и age, но при этом говорим, что age getter protected. То есть, и, соответственно, снаружи мы не сможем обратиться к age непосредственно. Хотя сравнить можем. Да, пожалуйста, какой вопрос? Ну, здесь у нас сеттеров нет вообще в этом примере. То есть, конечно, нет, потому что здесь нет банально сеттеров. Если бы здесь был protected setter, то снаружи мы не могли бы. Мы могли бы писать либо из других методов этого класса, либо из потомков. То есть, схема абсолютно такая же, как и в C++, как и в Java. То есть, паблик где угодно, но доступа, правда, к собственному атрибуту мы не имеем. К protected только в классе и потомках, а private вообще нигде за пределами этого класса. Следующий момент. Момент, который в какой-то степени является следствием той самой модели ссылки и объекта. Есть метод, который называется freeze. Freeze, то есть заморозить. Мы можем сделать любую строку неизменной. То есть, например, была строка, и мы говорим, заморозь нам объект строка. Если мы попытаемся дописать что-то в эту строку, а по умолчанию мы можем дописывать в строку что-либо, то в данном случае мы получим ошибку. Ну, потому что объект строка заморожен. Значит, на любой модифицирующий метод мы получим ошибку. То же самое справедливо для массивов. В общем-то, для любых других объектов, у которых есть модифицирующие методы. То есть, freeze — это замораживание. Мы заморозили массив и попытались добавить в него новый элемент. Вот этот оператор, две стрелочки — это компактная форма добавления чего-либо в массив. Но есть следующий нюанс. Дело все в том, что мы можем заморозить объект и считать, что любые действия над ним не приведут к никаким изменениям. И вот этот оператор, на самом деле, он обманчив. Обманчив он по очень простой причине. Несмотря на то, что синтаксически это что такое? Это строка плюс что-то. В общем-то, следствием, это является то, что он, скорее, синтаксически выглядит как модифицирующий оператор. И он является модифицирующим для C++. Но здесь он в явном виде преобразуется как str равно str плюс новая часть строки. А что такое оператор плюс? Это конкатенация строк. И в соответствии с моделью Ruby мы применили строка, объект конкатенации с новой строкой. Мы породили новый объект. То есть в результате будет порожден новый объект. И эта строка получит новое значение, но это не тот модифицированный объект, который был изначально, а это объект, порожденный результатом выполнения операции конкатенации. То есть об этом надо всегда помнить, что по умолчанию у Ruby любая операция приводит к тому, что вы создаете новый объект. И если там стоит восклицательный знак, тогда мы можем считать, что, скорее всего, это относится только к этому объекту. Но восклицательный знак говорит о модификации объекта. 99% вероятность того, что именно так это и произойдет. То же самое для массива. Плюс равно, это на самом деле первый массив, плюс, точнее тот объект, на который ссылается array, плюс второй с созданием нового объекта. Ну и, в общем-то, это сходное можно здесь показать. Так, немного отвлекся. Константы. В чем различие от замороженных объектов? Константа – это идентификатор, который начинается с большой буквы. То есть константа – это ссылка, которую мы не можем переставить на другой объект. То есть постепенно мы переходим к следующему, что здесь есть объекты, есть замороженные объекты, есть переменные, есть константы. Значит, если мы попытаемся константе присвоить другую ссылку, мы получим ошибку. Но мы в то же время можем модифицировать любой объект, на который ссылается константа, потому что константа ссылается на объект. Но объект пока еще не заморожен. Значит, если же мы заморозим тот объект, на который ссылается константа, то мы получим константную ссылку, в которую мы не можем записать ссылку на другой объект, и мы не можем модифицировать этот сам объект. То есть коротко можно проиллюстрировать вот такой диаграммой. Если у нас есть константа, признак константа с большой буквы, мы можем выставить в константе только один раз ссылку на некоторый объект, но этот объект живет своей жизнью до тех пор, пока мы его не заморозили. То есть константно говорит лишь о том, что у нас постоянная ссылка на некий объект, но это никоим образом не обязывает этот объект не быть модифицируемым. И только если мы вызвали в явном виде фриз, он станет замороженным. Если мы имеем переменную, то мы можем переменную в один момент времени выставить на один объект, мы можем сделать с этим объектом что угодно, мы можем переставить переменную на другой объект, но если же мы, например, поставили переменную на объект, который заморозили, то модифицировать его мы не можем, но мы можем в переменную записать ссылку на другой объект. Если же мы хотим полную константу, то в этом случае у нас должен быть идентификатор, который является константой синтаксически, то есть начинается с большой буквы. Он должен сослаться на некоторый объект, который в свою очередь должен быть заморожен. И только в этом случае мы получаем константу в полноценном понимании, например, языка сика, константу как неизменную ссылку на неизменяемый объект. То есть помните, что то, что слева, это идентификаторы, ссылающиеся на объекты, но если вы хотите неизменность, значит объект должен быть явно заморожен. Есть ли какие-то вопросы? Разморозки? Нет, разморозки нет. То есть если вы хотите сделать модифицируемый объект из замороженного, вы просто можете сделать копию объекта или создать на основе него что-то новое. То есть это, в общем-то, общая концепция неизменности. Теперь, особенностью Ruby является возможность распределенной декларации методов по различным файлам. То есть вы можете, в принципе, размазать декларацию любого класса как угодно, как хотите. Язык полностью динамический. Вы можете создавать новые методы в любой части программы и можете переопределять любые методы, где вы хотите. Здесь простой пример. Есть стандартный класс Time. В Time Now вы можете получить текущую распечатку времени. Допустим, мы хотим получить время в формате, который нас интересует. Даже, наверное, у нас есть пример, который можно было проиллюстрировать. Вот вы хотите получить вот такой формат. То есть класс Time. Мы хотим так, чтобы любой порожденный объект при распечатывании через puts выдавал нам время в привычном нам формате. То есть вот так. Если бы мы это не сделали, а мы сделали вот так, например. У нас метод puts. Так. К сожалению, да. Что здесь сейчас произошло? Произошло то, что на самом деле пространство, в рамках которого выполняется вот здесь программа, оно едино. То есть то, что я сейчас поменял что-либо, оно не изменило предыдущее определение. То есть проблема заключается в том, что я уже один раз это определил. То есть я вызвал эту программу, соответственно, перекрытый оператор остался в пространстве в памяти, поскольку она продолжает выполняться в рамках вот этого листа ноутбука. И, соответственно, этот пример был не очень хорошим. Ладно. Допустим, я переопределю это не до начального состояния, а до вот такого формата. То есть закомментировал часть. Видите? Сразу же. Метод tos – это метод, который доступен любому объекту, и его можно перекрыть. Значит, в данном случае для метода time puts вызывает внутри преобразование tos в неявной форме. p, который здесь написан, вызывает метод inspect. К слову сказать, я это тоже могу проиллюстрировать, если я напишу здесь def inspect. Допустим, end. Ну и, допустим, здесь мы напишем puts 1, 2, 3. Видите, что произошло? Метод p нам дал 1, 2, 3, а метод puts, вот он, дал распечатку времени в этом формате, который здесь указан. То есть если я опять сейчас раскомментирую эту строку и скажу дай мне в таком формате, то он будет печатать вот такую строку. А метод inspect, ну, к сожалению, я уже здесь творчески проработал над ним. То есть вернуть обратно я его сейчас уже просто так не могу, я его переопределил. Ну, могу, если я сейчас перезагружу полностью с нуля, то есть переинициализирую весь код. То есть в чем идея вот такой записи? Идея заключается в том, что мы стандартному классу time подменили его метод, метод преобразования в строку. Любой объект, для которого будет вызван метод toS, будет нам теперь преобразовывать время вот в таком формате. То есть видите идея? Создатели этого класса абсолютно не понимают наш формат, им совершенно все равно, что мы хотим там получить, но мы взяли, переопределили стандартный метод печати в строку, где бы теперь toS не был вызван для строки времени, для времени в смысле преобразования в строку, мы всегда будем иметь тот формат, который нам нужен. Значит второй пример, чуть посложнее. Он заключается в том, что мы можем переопределить конкретный метод для конкретного экземпляра. То есть если в первом случае мы переопределили вообще для всех, кто будет создан после этого, то здесь мы сделали два объекта, то есть time now вот первый, дальше сделали клон и после этого переопределили toS только в одном из них, а второй останется как был. Так, ну здесь плохой пример опять же, потому что пространство общее, то есть один раз я вызвал это переопределение объектов и от предыдущего примера остались переопределенные методы, потому что надо было бы тогда перезагрузить целиком весь ноутбук. Ладно, можете поверить на слово, либо можете вторым вариантом это просто-напросто запустить его из наших примеров. То есть в примерах у нас есть пример, который называется Ruby Time Redefinition 2. Вот он. Ну и чтобы вы точно могли видеть, что там написано. Так, 0.8. Вот он. То есть код этого примера. И, кстати, форма Singleton. То есть один единственный экземпляр анонимного класса. По сути, вот он в большом доступном формате. Теперь, вот такой страшный пример. Он очень искусственный, надо сказать. Вот так писать нельзя. И здесь он был сделан просто как демонстрация того, как пощупать, что происходит у Ruby. Как я уже говорил, что в Ruby невозможно написать какую-либо функцию, которая не привязана ни к чему. Здесь невозможно написать абстрактную переменную, не привязанную ни к чему. И вот этот пример как раз показывает, как мы можем посмотреть, а куда деваются те методы, которые мы написали без указания класса. Смотрите, мы можем указать, например, переменная экземпляра класса называется str. Ну, ладно, неважно какая переменная, мы ее определили как экземпляр класса и присвоили значение. Дальше. Мы определили метод, который называется testPrint. Внутри него мы сделали переменную еще больше для всего класса. То есть переменная создается в тот момент, когда происходит инициализация. Здесь мы создали переменную экземпляра, не экземпляра, точнее сначала экземпляра класса, потом классов целиком. И что? Пока неизвестно, куда она попадет. Дальше мы сделали метод для фильтрации, просто метод, который проверяет, что у нас там было сделано, и выводит все это на экран. А теперь часть справа. Чем мы пользуемся? Мы пользуемся, во-первых, специальными методами, которые позволяют распечатать все переменные класса, методы класса и private методы класса. У нас, помним, что в основе всего в корне этой иерархии объектов лежит object. Значит, класс object мы можем распечатать. Распечатываем переменные методы и private методы. Что мы получаем? Распечатка класс variables. Обратите внимание, мы получили класс variable str2. То есть, несмотря на то, что она у нас объявлена, как бы не привязана ни к какому объекту, она сама присоединилась к object. Что это означает? Это означает, что любой, абсолютно любой потомок object, ну, по сути, любой класс, будет видеть эту переменную как свою, потому что она попала в корень. Метод, который мы объявили подобным образом, он также становится глобальным методом. Ну и второй метод. То есть, IR, вообще-то, здесь следовало, конечно, по стилю сделать в скобочках, чтобы было видно. То есть, таким образом, что бы мы ни написали, оно все равно присоединяется либо к классу object и наследуется всеми, а поскольку схема наследования у нас здесь однозначная, то это все пойдет к потомкам. Либо второй вариант переменной экземпляра. Значит, что здесь было? Здесь мы сделали проход по object space, то есть, по всем экземплярам класса object. И для каждого из них сделали распечатку instance object, instance variables, methods, private methods. На самом деле список текущих объектов больше. Что это на самом деле? Это объекты, по сути, это контекст выполнения текущей программы. Он не может быть отвязан вообще от всего. То есть, контекст выполнения в рамках выполнения метода конкретного объекта. Значит, это может, опять же, показаться для начала странным, но вспоминаем, что Ruby истинный объектный язык, у которого количество концепций очень мало. То есть, переменная константа ссылается на объект, код есть объект и все выполняется последовательно. То есть, и в этой концепции понятно, что какой бы код мы ни написали, этот код должен быть блоком, который присоединен к какому-то методу, который где-то будет активирован, и этот код выполняется последовательно в контексте какого-то объекта. То есть, именно поэтому мы получаем распечатку всего этого к одному из объектов. Другой объект в другом контексте, он не получил переменные экземпляры, потому что другой контекст. Конкретно, как это работает, читайте книги, скорее, от авторов самого Ruby, потому что эти вопросы связаны с внутренней реализацией, с механизмом того, как он работает, как он находит соответствующие методы, типа, как все это выводится. Но, тем не менее, этот пример, он является в определенной степени показательным, потому что иллюстрирует, что вы можете, в принципе, получить внутреннюю структуру, распечатать и посмотреть сами из самой программы. То есть, в этом смысле Ruby — открытый язык. Следующее. Что здесь можно делать? Ну, мы можем взять любой стандартный класс, и мы можем приделать к нему абсолютно любой метод. Причем, идентификатор может быть написан на любом языке, символы должны удовлетворять требованиям Unicode. Значит, к чему это приводит? Мы берем любой класс, классный умерик — это корень всех чисел, например, и пишем, создай нам метод, который называется квадрат, который делает вычисление квадрата. Причем, квадрат мы пишем на русском языке. Значит, теперь, для какого бы числа мы не вызвали метод, который называется квадрат, мы будем получать результат выполнения. То есть, квадрат… Ну, чтобы сомнений не было, выведем его вот здесь. То есть, видите, квадрат русскими буквами. То есть, в этом смысле вы можете создать, в том числе на базе Ruby, собственный язык с собственными методами, которые пишутся на нужном вам языке, на нужном вам человеческом языке. Модули дошли до очень важного момента. Слово «модули» я ранее старался не употреблять. И когда я говорил о подключении внешних файлов, я говорил именно файлов, а не модулей. Почему? Да потому что у Ruby есть понятие модуля. Но прежде всего, что такое модуль? Это разграничение пространства и имен. Второе. На базе модулей построен механизм, который называется примеси. Чуть позже скажу, почему. Модули не могут иметь собственных экземпляров. То есть, по сути, модули собой представляют библиотеку определенных констант либо методов, которые мы можем использовать где-либо. И для того, чтобы эти методы не пересекались, мы просто их разносим по именам модули. Модули наследоваться не могут, но модули могут включать друг друга. То есть, метод, который называется include, это включение модуля. Значит, внутри модуля, в принципе, мы можем делать ровно то же самое, что внутри класса. То есть, метод, который называется модуль, создает модуль и выполняет блок. То есть, ну, здесь я, скорее, с точки зрения модели, Ruby подчеркиваю в очередной раз, что модуль — это не просто ключевое слово, это просто активация создания модуля, специальным методом модуль, и дальше последовательно выполняются все строчки кода. Что мы можем дальше сделать? Мы взяли и создали модуль, который называется mod, вмешали в него все то, что было реализовано в модуле math. Почему оно называется примесью? Ну, потому что мы включили в себя все то, что было реализовано в другом модуле. То есть, мы примешали к себе полный набор тех атрибутов, тех, точнее, констант, которые там находились, и тех методов, которые там находились, после чего наш модуль может быть использован для вызова всех любых библиотечных методов, которые там были. Естественно, мы можем запросить, какого класса у нас мод, он скажет, что он класс и модуль. Мы создали одну единственную константу, которая называется const, но если мы запросим теперь, какие у него есть еще константы, он выдаст нам константы из из примешанного модуля math. Единственный метод мы можем, в общем-то, теперь запросить через instant methods, мы его получим, потому что как экземпляр, как конкретный модуль. И константы мы можем запросить, например, в такой форме, либо при явном обращении по ее имени. Теперь начинается экзотика. Допустим, мы хотим сделать модули, которые позволяют вычислять сумму и произведение элементов массива. Мы сделаем один модуль, который называется sum. Все, что он делает, он при помощи метода inject накапливает в аккумулятор, пробегается по каждому элементу, суммирует и результат помещается в аккумулятор. Об этом я более подробно буду говорить на третьей лекции о Ruby. Второй метод перемножения делает перемножение. Ну, логично. А теперь мы хотим сделать так, чтобы у нас любой массив приобрел эти методы. Мы говорим, для класса Array, стандартный класс Array, примешать туда наши модули. Как только мы выполнили этот код, все созданные после этого объекты типа Array будут иметь этот метод или эти методы. То есть почему оно работает? Да потому что, опять же, в Ruby концепция, что весь код выполняется последовательно. А это значит, что если мы выполняем этот код, мы просто-напросто опять создаем, не создаем, а вызываем метод класс, который определяет существующий, несуществующий этот класс, добавляет или переопределяет ему соответствующие методы, втягивает эти методы, которые были. И если мы дальше создаем новый экземпляр этого класса, а здесь мы создаем его в форме литерала, то просто-напросто все то, что мы там накопили, оно пойдет в результат. Итак, более сложный пример. Есть универсальная примесь, которая называется innumerable. Об этой примеси я говорил во время первой лекции, когда показывал, что такое циклы. То есть большинство циклов это циклы из innumerable. И вообще крайне рекомендую открыть документацию на innumerable, вы увидите сколько огромных, насколько большое количество этих циклов, которые могут быть использованы в виде осмысленных слов из примесей innumerable. Но мы хотим, допустим, сделать что-то свое. Примесь innumerable по умолчанию подключена большинству классов, у которых есть хоть какие-то перечисления. Значит, все, что нам нужно сделать, примешаться в модуль innumerable, добавить туда новый метод, который, например, считает суммирование. И тогда любой объект, созданный из суммы, после того, как мы примешали, точнее созданный, после того, как мы внесли модификацию innumerable, будет иметь наш метод суммы. То есть что такое примесь и что такое модули? По сути это способ обеспечить множественное наследование, которого нет Ruby. То есть модель наследования одиночная. Но если вы хотите сделать библиотеку методов, вы можете оформить эту библиотеку методов как примесь, как модуль, после чего включить во все те классы, которые вам нужны. То есть именно так эти традиционные циклы и сделаны. Они сделаны как типовые алгоритмы обработки, а большинство из них типовые. И они просто подключаются через метод include в те классы, которые нужны. И если вы хотите воспользоваться всей полнотой этих стандартных циклов, то вам не нужно их переписывать. Вам достаточно просто включить в себя примесь innumerable. Есть ли здесь вопросы? Хорошо. Теперь следующее различие. Есть сущности, которые называются enumerator и enumerable. То есть для нас в принципе названия похожие. Но что такое enumerator? Enumerator это тот, кто перечисляет. Ну, видим по суффиксу. То есть перечислитель. А enumerable это примесь, которая говорит о том, что тот, кто ее примешал, является перечисляемым. Ну, то есть в одном случае or, во втором able. Поэтому enumerator это конкретный класс, объекты которого имеют методы, которые позволяют пробежаться по всем значениям этого метода. В чем здесь есть еще один момент. примесь enumerable обеспечивает очень большое количество стандартных методов. Причем часть из них дублируется просто потому, что вы должны подбирать соответствующие имена подходящие ситуации. По-моему, в современных версиях Ruby enumerator примешивает enumerable. Раньше они никак не пересекались. Ну, проблем в общем-то с этим никаких. То есть старые программы работают на новых версиях Ruby, а вот новые программы для новых на старых версиях Ruby работать не будут. Но это логично, потому что преемственность поддерживается от старых версий к новым, но не от новых к старым. Естественно, вы не можете сказать, какой язык будет иметь синтексис, допустим, через 30 лет. Тут плюс Ruby записываем то, что программа, которая написана 20 лет назад, скорее всего, будет работать на новых версиях. Значит, что здесь еще можно сказать? Если вы посмотрите на эти методы, они здесь далеко не все. Здесь есть методы-предикаты. Например, все ли элементы удовлетворяют условия. Есть ли хоть один элемент, удовлетворяющий условия. Нарезать, собрать. Причем collect и map являются синонимами. То есть вы выбираете, какой метод вам больше нравится. Собрать или отобразить. Посчитать. Цикл. Конечный, бесконечный. То есть просто cycle. Detect. Find. Делает одно и то же. Ну, просто выбирайте, какое слово лучше подходит для описания смысла. Там find all, find index first, там reduce, inject синонимы. То есть либо свернуть, либо вставить. Ну, inject добавить что-либо, либо reduce свернуть. В зависимости от того, какую мысль вы хотите выразить. Ну и теперь переходим к этим объектам. Что такое enumerator? Простейший пример, как получить enumerator, это тот самый object space. Значит, если вы делаете each object, вызываете метод each object, он порождает объект enumerator. Значит, для этого enumerator вы можете пробежаться при помощи метода next. Вы можете воспользоваться вот такой полной формой. То есть сделали обработчик исключений и по циклу while пробегаемся по каждому элементику. Но, сразу говорю, на Ruby так никто не пишет. На Ruby пишут просто вот так. То есть какой смысл это все делать, если мы можем просто запросить для каждого элемента этого enumerator сделать распечатку. То есть просто понятно. То есть идея Ruby не писать лишнего. Нас интересует только каждый элемент вот enumerator и ничего больше. А вот это все остальное это мусор, который нас не интересует. Значит, в чем здесь идея? Идея в том, что это объект типа enumerator и ничего кроме этих методов у него нет. Причем более того, если вы создадите свой enumerator, например, вот таким образом при помощи блока. То есть enumerator new создали объект. И блок это тот блок, который он вызовет изнутри себя и куда он передаст управление. Допустим, мы хотим сделать, ну в данном случае у нас, что здесь считается? Это посчитается, ну судя по всему, числа Fibonacci. То есть каждое следующее, как сумма двух предыдущих. Цикл бесконечный, потому что ряд бесконечный. Но тем не менее. Тем не менее, вот этот метод, это метод yield. Причем вызывается он для объекта, который передается в качестве аргумента. То есть сам блок вызывает yield для блока, который указан в этом инициализирующем объекте. Значит, мы создали объект. Недостаток сразу такого подхода заключается в том, что любой объект, который здесь есть, это объект типа enumerator. То есть если вы у него будете дальше спрашивать, какого он типа, он вам будет говорить, что да, он enumerator, но ну и что? А что конкретно он делает, вы не узнаете. Тем не менее, тем не менее, вы можете даже из enumerator, если вы таким образом создали enumerator, например, сделать дальше вызова на взятие нужного количества элементов. Метод take мы не определяли, этот метод доступен enumerator. Взять десять элементов. Он просто посчитает десять элементов, отсчитает и вызовет десять раз вот эту часть. Если же у нас используется конечный цикл, или вообще не цикл, а просто перечисление значений, то есть вот это yieldr, то есть тот, кто вызывает, мы передаем ему аргументы, то есть вызываем yieldr yield на самом деле. Мы активируем блок, который передается вот здесь. То есть что такое yieldr yield? Ну и здесь в общем-то блока нет, здесь блок у нас только вот здесь присутствует. Сам enumerator имеет блок, он передает управление для выполнения, он активирует этот блок, когда мы обращаемся к любому из его методов, но если эти методы мы используем с формой блока, то блок мы вызываем через вызывателя, то есть yield, ну или собиратель. Yildr yield. В данном случае это оператор equivalent yield. Вот такая конструкция. Она, опять же, не очень хороша, потому что мы потеряли семантику объекта. Ну и более сложные варианты. Вот take while, например. То есть take, взять конечное количество элементов, но если у нас бесконечный ряд, к примеру, который генерирует enumerator, он может быть бесконечным, нам надо взять конечное количество элементов. Ну иначе бесконечное вычисление будет занимать бесконечное количество времени, что достаточно очевидно. Есть метод take while, который выполняется по условию. Условия, аргументы, которые мы здесь подставляем, они у нас присутствуют вот здесь. То есть yieldr – это вызыватель или собиратель. Yield – это метод, который от него у нас вызывает блок. И в этот блок у нас передаются, точнее вот здесь, когда мы вызываем yieldr – yield, мы передаем управление в блок, который поставлен для методов самого enumerator. То есть аргументы, которые мы передаем для yield здесь, всплывают как переменные внутри блока здесь. То, что их количество не соответствует, это не есть проблема, потому что внутри программа пишется на универсальный случай, а блок может принимать нужное количество переменных, но, например, третья нам не нужна, поэтому мы использовали только две. А если нам и вторая не нужна, мы можем одну определить. С другой стороны, мы могли бы еще воспользоваться формой, которая нам дала бы массив, но нам здесь не нужна. То есть это пример, как вычислить, например, с заданной точностью, то есть есть предыдущее и текущее значение. Вот оно там бежит в цикле, в бесконечном, и оно будет прервано только тогда, когда этот блок вернет нам, то есть брать пока, это значит, что до тех пор, пока у нас точность больше, значит, пока он возвращает true, мы будем вызывать перечислитель в следующий элемент. То есть смысл, опять же, предельно понятен, если вы читаете по-английски и читаете вот здесь буквально, что написано. То есть для списка брать пока элементы есть, значит, вот эта разность по абсолютному значению больше, чем то, что здесь написано. Никакие return мы не пишем. То есть помним, что последнее вычисленное значение автоматом передается в качестве возвращаемого значения из блока. Yilder мы можем использовать, не использовать. Yild здесь. В данном случае, так, что здесь получается? Это он используется вообще за нас. То есть take while проверит это условие. Ну и в какой-то степени контрастом для enumerator есть enumerable. Ну, первое, чем отличается? Мы сохраняем семантику. То есть мы создаем свой класс. В данном случае класс для вычисления Fibonacci, чисел Fibonacci. Значит, любой объект является экземпляром этого класса для вычисления чисел Fibonacci. Если вы у него спросите, кто он, он уже не будет говорить, что он просто абстрактный enumerator, а он будет говорить, что он класс Fibonacci. То есть в этом смысле плюс. Вы сохраняете семантику объекта. Ну, когда вы создаете через new, получаете объект. То есть спросив у него, какого он класса, он будет всегда говорить, что он число типа Fibonacci. Значит, как быть в этом случае? Да очень просто. Примешиваем примесь enumerable или модуль enumerable и реализуем один единственный метод, который называется each. То есть каждый элемент. Он тоже имеет в данном случае бесконечный цикл. Он также точно вычисляет числа Fibonacci как сумму двух предыдущих. Но мы получаем полный набор всех методов, которые у нас только есть. Здесь вообще-то следовало бы обратить внимание на то, что происходит, то, что в принципе вам доступно. Значит, примесь enumerable. Вот он перечень методов, которые автоматически вам становятся доступны после того, как вы смогли присоединить. Как только вы вызвали include enumerable, эти методы переходят к вам. То есть среди них видим огромное количество. zip, например, это попарная склейка. unique это уникальные элементы. toArray, toHash, takeWhile, take, просуммировать, отсортировать, сортировать по условию, разрезать. Помимо стандартных циклов типа найти, найти элемент, определить все ли и прочее. То есть очень богатый набор семантически обозначенных циклов, которые вам доступны. Ну, в остальном разницы в использовании этих enumerator нет. То есть и примесь enumerable, она примешивается практически ко всем стандартным классам, типа массив, типа ассоциативный массив, строки, множество и прочее. Следующий момент. Поскольку язык динамический, естественно, есть возможность динамического выполнения кода. Ну и из этих возможностей здесь метод, который не является рекомендованным к использованию, метод eval. Но он доступен. То есть в чем идея? Идея заключается в том, что вы можете в результате работы программы сгенерировать некоторый код. То есть идея, сама программа генерирует код, который дальше может быть выполнен. Ну, такие идеи были когда-то в языке Lisp, только там они более естественные. Значит, почему, хотя и есть возможность такая, это можно использовать, и это не следует использовать? Да потому что для программ на Ruby все-таки, если мы не говорим о Ruby 187, который был чистым интерпретатором, современные Ruby-компиляторы. То есть они имеют возможность выполнить, по крайней мере, при компиляции программы. И дальше, несмотря на то, что это не везде возможно, по крайней мере, она выполняется достаточно быстро. Если же вы выполняете метод eval, вы передаете текст программы, который не может быть заранее подготовлен. То есть каждый раз, когда вы вызываете eval, он может дальше внутри Ruby, я имею в виду, активировать компиляцию, но она будет проходить каждый раз. Но, скорее всего, там, по сути, по скорости, это будет как чистая интерпретация данных. То есть, по меньшей мере, это медленно. Второй вопрос, это не всегда безопасно. Потому что, если вы, например, сделали программу, которая принимает данные от пользователя, вы можете сделать ввод каких-то цифр, например, или методов с клавиатуры, и принимаете, что там ввели, то вы же не знаете, что там ввели, что пользователь туда ввел. И вы можете запустить код, который будет просто потенциально опасным. На Ruby, кстати, очень часто пишут виджеты для сайтов. То есть, например, может быть построен портал корпоративный, так, вспомнил название, Liferay, например. И вы можете вставлять виджеты, написанные на Ruby. И в том числе, если очень хотите, вы можете позволить пользователям, конечно, писать самим код на Ruby. Но в данном случае запускается этот код на Ruby, а вы не знаете, что там написано. Собственную программу вы можете проверить, а чужую программу нет. Так вот, ладно, возвращаемся к этому случаю. Evil выполняет весь код, который в него загружен. То есть, например, написали puts123, как строка, и сказали, Evil – это строка, он выполнит. Можем выполнить арифметическую операцию. Более того, мы даже можем вызвать создание метода внутри строки. То есть, сделали строку, которая содержит код для создания метода. После чего сказали, Evil – str. Ну, почему это сработает? Да потому что dev – это метод для создания новых методов с указанным блоком. Поэтому, естественно, после того, как мы вызвали в своем контексте обработку этого кода, то после этого у нас появится этот объект. Ну, само собой, это небезопасно. Значит, в принципе, мы можем даже сделать вот такую штуку. То есть, мы можем прочитать какой-то внешний файл и скормить его Evil – файл откуда угодно. Естественно, никакой проверки здесь на то, что за код мы загружаем, не будет. Он честно отработает весь код. Если вы хотите сделать безопасную загрузку, то есть метод, который называется load. Допустим, вы хотите сделать программу, которая может выдать в консоль, но не имеет права писать. Значит, вот он ограничитель уровня, после чего программа отработает в изолированном окружении. Ну, это тоже, это немного за пределами нашего курса. Эти средства вам нужны в том случае, если вы хотите использовать какие-то специальные средства, специальные инструменты на базе Ruby, и скорее даже не программирование самого Ruby, а создавать вспомогательные инструменты на его основе. Плавно переходим к вопросу тестирования. Что можно сказать о тестах? Тесты сейчас неразрывно связаны с программированием. То есть, общий подход сейчас к программированию – если вы пишете что-либо, у вас все должно быть покрыто тестами. То есть, на любое действие, которое вы совершаете, у вас должен быть написан тест. Допустим, рассмотрим вот такую программу. Написана она в стиле, не характерном для Ruby. Это, скорее, стиль совместимости, потому что Ruby – язык мультипарадигменный. В принципе, имеем право писать, но это не совсем Ruby. С точки зрения синтаксиса Ruby, конечно, но так не пишут. Значит, в чем идея? Мы делаем класс дерева. Двоичное дерево. Ну, классический алгоритм. То есть, если элемент, который мы рассматриваем, оказывается больше текущего, значит, пишем в левую ветвь, правую наоборот. Если нет, то в левую ветвь. То есть, поэтому у нас есть left, right и data. Data – это значение текущего узла. Значит, право больше, лево, значит, меньше. И метод insert, который это и проверяет. Если у нас узел пустой, то именно в него мы и записываем. Если же у нас значение оказалось меньше, то мы идем в левую ветвь. Причем мы туда идем, если у нас есть уже существующий элемент. Вот мы рекуррентно проходим по этим ветвям. Если же нет, то мы просто создаем новый объект 3, как элемент. То же самое касается правой ветви, если оказалось больше. То есть, левая меньше либо равно, правой больше. Значит, что мы получаем на дереве? Ну, при помощи дерева мы можем, например, очень легко получить сортировку. Сортировку по возрастанию или по убыванию. Ну, опять же, классические способы прохода. То есть, проходим сначала по левым ветвям, потом берем центр, потом правую. Рекуррентно проходим, и мы получаем в естественном порядке проход по возрастанию. Если же поменяем местами и будем сначала проходить по правым, потом по левым, то мы получим по убыванию. Вот теперь вопрос. Мы этот код написали. Как нам его проверить? Варианты проверки. Ну, берем и просто пишем массив с предопределенными значениями. Ну, конечно, мы запустили, посмотрели, можем там глазами посмотреть, что мы получили. И код, который запускает эти примеры, вот он. То есть, мы создали корень, дальше мы начали дополнять и заполнять это дерево элементами из массива, после чего распечатываем, опять же, в нетипичном для Ruby формате, распечатываем на экран все значения в порядке возрастания либо в порядке убывания. В чем проблема? Проблема в том, что это полностью зависит от того примера, который мы вбили, и полностью зависит от возможности человека, который смотрит выполнение, проверить, правильно ли или неправильно. Логично, что это не самый правильный вариант. То есть, человек может пропустить, и он может не учесть те примеры, которые действительно приведут к ошибке. Чуть лучше пример – прочитать с клавиатуры, разбить по пробелу, отобразить все в числа и кинуть это в качестве массива. Ну или еще более приличный вариант – это сгенерировать массив случайным образом. Главный недостаток – ни один из этих вариантов не контролирует результат. Если же мы говорим об автоматических тестах, то мы всегда должны предусмотреть критерий, по которому происходит принятие решения о том, прошел тест или не прошел. То есть, когда появляется тест автоматический? Когда он становится автоматическим? Он появляется только тогда, когда мы можем четко сформулировать критерий выполнения теста. Есть стандартный шаблон. Есть класс, который называется TestCase в пространстве MiniTest. И, по сути, это библиотека MiniTest. Раньше были UniTest, сейчас они полностью заменены MiniTest, хотя при необходимости вы можете использовать старый. Значит, то, что вы видите – это типичный шаблон теста. Test – это потомокласса TestCase, то есть случай тестирования. Есть метод Setup, метод Teardown. Метод Setup вызывается всегда перед каждым тестом. То есть, это метод предварительной подготовки данных. Он может быть отдельный, он вызывается всегда перед каждым тестом. Teardown – это очистка. Например, если вам нужно подготовить данные, создать файлы, наполнить базу данных, то это относится к Setup, но по окончанию вам надо убрать мусор. И это все помещаем в Teardown. Дальше. Каждый из тестов пишем в такой форме. Это метод, который имеет четкий суффикс «тест подчеркивание» и имя, которое определяет то, что вы хотите сделать. Здесь очень строго. То есть, если вы хотите автоматически запускаемый тест, его имя должно начинаться с тест подчеркивания. Тогда мини-тест сможет найти его. И внутри каждого теста мы должны выставить какое-то утверждение. То есть, assert – это утверждение. Утверждение о том, что что-то мы проверяем. Значит, как проверить в автоматическом режиме? Ну, например, написать вот такой тест. То есть, метод Setup инициализирует массив случайным образом на 100 элементов. В общем, видите, форма массива. Форма, точнее, создания массива. Создать объект массив на 100 элементов. И для каждого из них, индекс нас не интересует, получить случайное число в диапазоне от минус 100 до 100. Точнее, 199 минус 100 последний элемент будет. Так, синтаксически эквивалентная форма. Значит, дальше в Setup мы создали дерево, мы заполнили все элементы и мы подготовили результат. А вот теперь в тестах мы описываем, ну, не очень хорошее название методов, то есть, тест 1, тест 2, но допустимые. Проходим по дереву и в порядке возрастания записываем значение в массив, который у нас подготовлен. Значит, в чем смысл этого теста? Мы проверяем наш алгоритм сортировки с методом сортировки, который есть в стандартной реализации Ruby. То есть, всегда, когда мы проверяем что-либо, мы должны опираться на что-то опорное. То есть, опорная реализация сортировки, считаем, что она проверена до нас. Значит, если мы делаем свой алгоритм сортировки, мы можем сравнить, например, с системным алгоритмом сортировки. И в любом случае, если нам нужно построить автоматический тест, то мы должны построить эту схему таким образом, чтобы мы всегда знали, с чем сравнивать. То есть, всегда нам нужно иметь опорный метод вычисления и тот метод, который мы проверяем. Если у нас нет такой возможности, значит, нам нужно три метода, вычисляющих что-то, и тогда, имея три результата методом мажоритарного сравнения, например, два из них совпали, третий не совпал, мы получим правильный ответ. То есть, дальше утверждение о равенстве сортированных массивов, отсортированные стандартным способом, алгоритмом внутри array и нашим способом. То же самое в порядке возрастания и убывания. Убывание вот in sort by, здесь был просто sort, а sort by критерий по отрицанию. То есть, минус x, ну, значит, в обратном порядке. Какие у нас могут быть утверждения? Классические варианты – это assert, assert equal, то есть, утверждение на то, что здесь у нас истина. Если нет, то выдать сообщение такое. Refute – это, соответственно, противоположность утверждения. То есть, утверждение о том, что это не выполняется. Ну, отвергнуть, проще говоря. Assert equal равенство. То есть, expected – ожидаемое actual – действительное значение. Если они не совпадают, вы получите соответствующее сообщение, которое может быть здесь указано. Ну, или тест в любом случае не пройдет. То же самое и refute – симметрично. Assert nil, то есть, объект nil или не nil. Refute nil, assert in delta. Assert in delta – это та самая форма, которая должна применяться в случае, если вы работаете с числами с плавающей точкой. Это единственный вариант, который можно использовать для сравнения чисел с плавающей точкой. Напоминаю, что машинное представление, оно может быть чуть-чуть различным. Assert instance of – говорит о том, что у нас объект является экземпляром указанного класса. Ну, и race exception – что выброшенное исключение или не выброшенное исключение. Как отлаживать программы? Естественно, внутри программы вы можете использовать методы p, puts, print – это обычная отладочная печать. Но IRB я уже успел показать. То есть IRB в данном случае – это интерпретатор, который позволяет нам A равно написать, например, все, что вы хотите, и тут же распечатать прямо вот так. Посчитали что-то и возвели в десятую степень. Интегрированные среды разработки. В принципе, вы можете использовать любые. Ну, из таких, которые доступны бесплатно в открытом исходном коде. Наверное, Eclipse, прежде всего, следует назвать. Atom – ID на базе Chrome. Sublime – как редактор. В принципе, вы можете тоже использовать, но это не есть интегрированная среда разработки. NetBeans является интегрированной средой разработки, но работа с Ruby немного заброшена. K-Develop – это традиционная для KDE, для Linux среда разработки. RubyMine – коммерческая, поэтому условно рекомендую. То есть за деньги вы можете купить, но так просто вы ее даже не посмотрите. Из современных способов отладки программ есть средство, которое сейчас достаточно популярно. Оно называется Pry. Для того, чтобы его использовать, его надо установить из библиотеки компонентов. Это GameInstallPry. И подключить у себя в программе. Выглядит все достаточно просто. У вас есть программа. Допустим, программа, в которой объявлен класс. И в этой программе мы создаем объект. Если мы хотим прервать программу и получить консоль, у нас есть вставка BindingPry, после которой мы получим следующее. RubyPryTest. RubyPryTest. То есть, смотрите, она нам выдала кусок программы, и она остановилась на BindingPry, о чем она нам и показала. Значит, теперь мы можем вызвать методы. Причем, более того, мы можем через нажатие на клавишу Tab получить распечатку всех методов, которые здесь есть. И мы можем спросить, например, Hello, метод, который у него есть. Он нам вызвал, выдал HelloWorld, потому что этот метод был реализован, и он выдает HelloWorld. Ну, возвращает он результат puts, а puts возвращает new. То есть, поэтому мы получили такой результат. То есть, дальше мы можем, в принципе, двигаться по стеку. Мы можем так же, как и в интерактивном Ruby, считать здесь что угодно. Ну, мы теперь перезатерли A, и он содержит ссылку на другой объект. И мы можем продолжить выполнение. Последняя строка – это последняя строка, которая нам была доступна вот здесь. То есть, Program Resumes Here. Также очень важно заниматься проверкой кода. Значит, есть понятие стиля. Если вы пишете на любом языке программирования, есть определенные правила, как положено писать. Правила вы можете прочитать по ссылке, которая представлена снизу Style Guide, но в то же время есть средство, которое автоматизирует проверку. Это средство, которое называется RuboCop. Пользоваться им очень удобно и очень просто. Во-первых, вы можете запустить RuboCop имя файла, и он даст распечатку о проблемах. Во-вторых, вы можете попросить откорректировать то, что можно откорректировать. Это просто-напросто минус A. Значит, и выглядит это следующим образом. Ну, допустим, распечатаем, что у нас здесь есть. И распечатаем, ну, к примеру, там, RuboCop. Так, какой бы файл нам вызвать? Вот он дал заключение, но не очень такое интересное заключение. Так, он нам дал сообщение о том, что у нас со скобками здесь не совсем хорошо. paramFind. Значит, сомнение о том, что эти скобки будут ассоциированы с find. Если мы рассмотрим другой пример, ну, допустим, пример со строками. Так, строки, строки. Пытаюсь найти строки. Ну, допустим, ладно, 0.3 попробуем. Вот замечание, которое он сейчас вывел. Замечание чисто стилистического характера. То есть, есть trailing white space, это пробелы, которые находятся после окончания. Замечания, которые указаны здесь, использованы не аски символы. То есть, он говорит, используйте только основные символы латинского алфавита. Значит, замечания, которые касались white space, они устраняются очень просто. Нам достаточно просто сказать, убери. Значит, он нашел шесть замечаний, из них четыре исправил, и два из них остались. Два остались касаемо, во-первых, документации. Нет документации на класс верхнего уровня. Во-вторых, замечания, касающиеся русского языка. Замечание о русском языке, оно, в общем-то, является универсальным для международной разработки. То есть, если вы хотите работать в международном коллективе, то старайтесь не использовать на русском языке надписи. Нигде. Иначе коллеги иностранные не поймут. Так, и последнее, пожалуй, о чем я хотел бы сказать на сегодня, это о том, как обычно Ruby устанавливается на системах. То есть, как правило, Ruby присутствует во всех современных Linux-системах и macOS. Но, как правило, не всегда, точнее, версией его является последней. Особенно это касается Debian. Как правило, там версии старые. Значит, если вы хотите работать с несколькими версиями Ruby, установите Ruby Version Manager. В этом случае у вас появится возможность установить те версии Ruby, которые вам нужны, в том числе и работающие с разными интерпретациями. Неправильно говорю. Точнее, версии, которые реализованы с различными принципами и технологиями. Они совместимы с точки зрения языка, но сделаны по-разному, например. MRI – это традиционная версия, которая называется Math Ruby Interpreter. Версия написана на C. JRuby написана на Java. Соответственно, из него вы будете получать полное пространство объектов Java и Rubinius. Альтернативная версия, по-моему, тоже на C. Значит, вы можете всегда переключаться. Вы можете в нужный момент поставить переключить на ту версию, которая вам нужна при помощи метода use, при помощи конструкции use. И вы не будете мешать другим разработчикам. То есть это все установится в вашем локальном пространстве. Ну, на этом я только в очередной раз обращаю внимание на те книги и на те ссылки, которые имеет смысл прочитать. И лекцию на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.